Набирающий на преимущество холодных ресурсов, провинция Хилунзян после зимних олимпийских игр активно использует возможности развития на протяжении четырёх сезонов. Недавно состоялась Харвинская конференция о спортивной индустрии. На конференции 65-ти рейнов ассоциаций занимаются производством рядового и снежного оборудования, спортивной подкодовкой, обслуживанием спортивных мероприятий, проверив всесторонний обмен мнениями по вопросам развития индустрии рядового и снежного спорта. Центр управления зимними спортивными проектами Графного государственного управления по терраму физкультуры и спорта поручил нам разработать лыжи-треопрыжков «Страбрина», которые будут поставляться непосредственно в национальную сборную для тестирования, соревнований и тренировок. В проекте этой конференции мы вступили в кодакт со многими предприятиями по производству оборудования для ледового и снежного спорта из других провинций, и у нас появилось больше возможностей для развития. Мы надеемся на углубленный обмен мнениями с нашими коллегами из индустрии ледового и снежного спорта. В прошлом году мы представили новейшие проекты ледовой тарелки на профессиональных играх, и мы будем предоставлять услуги по тренировкам для всех спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх. Провинция Хэлундян играет ведущую роль в китае в ледовых и снежных видах спорта, и таранда китае в образе ледового и снежного спорта в основном воспитывается в провинции Хэлундян. Мы также уверены, что в будущем мы внесем свой вклад в организацию и проведение мероприятия ледового и снежного спорта в Харпине и верим в правоотворное сотрудничество. В промышленном парке оборудования для ледовых и снежных видов спорта, в сервисе мобильных платежей в спортивном потреблении, на северовой и спортивной платформе ассоциация играет ведущую роль для продвижения спортивной индустрии в качестве нового рубежа роста. В настоящий момент проект четырехсезонного лета и снега «Польшого мира лета и снега» города Харпин полностью возобновлен. Ледовая и снежная шоу-арена и ледовый и снежный икровой павлион откроются одновременно с открытием 25-го «Польшого мира лета и снега», а ледовый и снежный павлион, как и ожидается, будет введен в аспортацию в июне-среду всего года. В эпоху Босре-Зимника арбийских игр ледовые и снежные ресурсы являются одним направлением деятельности, в котором мы в провинции Хэлландия имеем наибольшее преимущество для будущего промышленного развития, благодаря нашим талантам и технологиям. Будем продвигать ледовые и снежные ресурсы провинции Хэлландия, объединять эти предприятия и создавать наши ледовые и снежные продукты с хэлландианскими характеристиками льда и снега. Продолжение следует...